Так, уважаемые коллеги, похоже, первую полосу трудностей мы преодолели, так что мы начинаем наш семинар. Василий Балашов расскажет про очень интересную тему, которая нас всех интересует, связанную и с авионикой, и с safety critical системами в целом. Более подробно он расскажет сам, и я так понимаю, это коллективная работа достаточно большого коллектива авторов, и мы с интересом это заслушаем. Напоминаю формат, мы до семи стараемся не прерывать Василия, но если мочи нет, то можно прервать, так сказать, в крайнем случае. А после этого уже будут вопросы и обсуждения. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю лабораторию вычислительных комплексов факультета ВМК и расскажу о результатах большой работы, которую наша лаборатория проделала совместно с одним из ведущих разработчиков авиационных бортовых систем в целях систематизации жизненного цикла и технологии разработки бортового программного обеспечения. Один из основных тезисов, который я хочу до Вас довести, это то, что разработка бортового ПО это очень технологический и организационно сложный процесс, и для его решения необходимо применение довольно нетривиальных и тоже сложных технических и организационных решений. Поскольку не все из присутствующих наверняка знакомы со спецификой бортовых систем, сначала я кратко сделаю введение в эту специфику. Затем расскажу о принятом, как минимум у некоторых разработчиков, жизненном цикле бортового программного обеспечения, поскольку систематизация разработки программного обеспечения начинается с систематизации жизненного цикла. Затем пройдусь по категориям инструментальных средств разработки, которые поддерживают отдельные активности этого жизненного цикла. И расскажу, как они сопрягаются в технологическую цепочку. Единую и сквозную. И в конце расскажу о стендовых технологиях отработки бортовых вычислительных систем, которые в значительной мере разработаны именно в нашей лаборатории. Итак, специфика бортовых вычислительных систем. Комплекс бортового оборудования является достаточно разнородной системой. Здесь я бортовое оборудование в первую очередь рассматриваю как бортовое вычислительное оборудование. Он всегда включает в такие подсистемы, как системы управления двигателями, радиоэлектронные системы, системы индикации и взаимодействия с пилотом, и информационно-вычислительную систему, которая во многом концентрирует в себе вычислительные ресурсы борта. Все эти системы объединены каналами бортовых интерфейсов, которые представляют собой среду передачи данных. Итого, если смотреть с точки зрения вычислительной техники, то комплекс бортового оборудования — это сложная, неоднородная, распределенная вычислительная система. И к разработке его программного обеспечения нужно подходить именно с этих позиций. Расположение в самолете элементов вычислительной системы может быть достаточно разнообразным. Вот, например, в носовой части обычно располагается радиолокационная станция. Близко к кабине пилота вычислители и индикаторы. Далее, ближе к двигателям, система управления двигателем. Ну и в других точках тоже может быть вхождение вычислительной техники, достаточно хорошо размазанное по самолету. И они объединены в данном случае шиной, но каналы могут быть достаточно разной топологией. В первую очередь, современные бортовые вычислительные системы, я буду говорить о системах авионики, являются очень сложными системами. Одних требований к их функционированию может насчитываться десятки тысяч. Эти системы функционируют в реальном времени. Причем в реальном времени должны выполняться как вычисления, то есть выполнение вычислительных задач, так и информационный обмен. Потому что вычислительные задачи на разных узлах на самом деле логически интегрируются в цепочки. И задачи на узле получателя постоянно ожидают данных, причем своевременного прихода данных от задач на узле источники. Требования к бортовым вычислительным системам весьма разнородны. Функциональные требования могут включать в себя требования из групп навигации, выполнения полетного задания, управления различными подсистемами, индикации. Достаточно высокие требования к надежности. Потому что, например, на гражданских самолетах современных практически все управление заведено на вычислительную систему, и без ее функционирования управление самолетом практически невозможно. То есть, например, если она внезапно вышла из строя в результате удара молнии, то это очень плохо. И, наконец, требования реального времени. Бортовая вычислительная система является критичной, то есть ее правильное функционирование, в том числе в условиях отсутствия каких-то внешних ужасных воздействий, является необходимым для выполнения самолетом своего назначения. И не в последнюю очередь бортовая вычислительная система является неоднородной. Например, каналы в составе ее могут иметь топологию точка-точка, шина, коммутатор, пропускные способности от нескольких килобит в секунду до гигабит в секунду, если речь идет о современных оптических каналах. Эта неоднородность во многом обеспечена тем, что при разработке самолетов и их бортового оборудования часто используются отработанные, но все-таки местами устаревшие решения унаследованные, и они тянут с собой старые стандарты информационного обмена. А новые стандарты внедряются постепенно и в каких-то локальных подсистемах. И с этой неоднородностью при проектировании обмена данными приходится иметь дело. Далее устройства в составе бортовой вычислительной системы также неоднородны. Они представляют собой датчики, индикаторы, вычислительные системы, органы управления, которые тоже имеют цифровой компонент в своем составе, исполнительные устройства, которые непосредственно воздействуют на полет самолета. И сами данные тоже являются неоднородными, включают в себя как аналоговые, так и цифровые данные, как числовые массивы, так и видеопотоки. Из этого можно сделать вывод, что бортовые системы и их программное обеспечение требуют систематического подхода к проектированию, реализации и тестированию. Перейду к жизненному циклу бортового программного обеспечения. Более-менее сложившийся жизненный цикл этой разработки для одного из весьма сложных современных самолетов представляет собой инкрементальную модель, в которой от итерации к итерации порождаются функционально завершенные версии бортового программного обеспечения. Соответственно, каждая из них является годной для установки на борт. При этом борт будет иметь некоторую проектную, но ограниченную функциональность. Им можно будет пользоваться, но какие-то из перспективных функций будут недоступны. Соответственно, по ходу выполнения итераций функциональность постепенно наращивается. Базовым звеном этого итеративного процесса является вот такая V-образная схема, в которой по нисходящему направлению идет постепенная детализация требований. Вначале находится фаза планирования, когда планируется, что нужно делать на очередной итерации. И далее по шагам от системных требований на всю систему и даже на весь самолет в целом через разработку архитектуры вычислительной системы переходит процесс на разработку разного уровня требований к программному обеспечению, распределение этих требований на компоненты программного обеспечения. Внизу находится самый главный творческий процесс. Это кодирование, отладка и интеграция программного обеспечения, на котором, собственно, создается то, что на борту будет выполняться и работать. А по восходящей идут разного уровня процессы верификации, интеграции и тестирования. Причем идеология вот этой вот V-модели, которая на самом деле является согнутой пополам водопадной моделью, заключается в том, что каждой активности по разработке и проектированию соответствует равного ей по уровню активность по тестированию и верификации. Например, если разработка требований на ПО низкого уровня определяет требования на отдельные блоки или модули программного обеспечения, то тестирование компонентов, соответственно, имеет дело с этими модулями. А функциональное тестирование имеет дело уже с целыми программными подсистемами и системой в целом. Соответственно, по завершении вот этого базового звена выполняется ввод системы в эксплуатацию и по замечаниям, полученным в ходе эксплуатации и, возможно, накопленным в ходе тестирования, но запланированным на следующий заход, выполняется планирование следующей итерации, в ходе которой они устраняются. Что касается наработок непосредственно лаборатории вычислительных комплексов, они сконцентрированы в первую очередь в области информационного сопряжения компонентов систем и в области тестирования, интеграции и отработки бортовых систем и бортового программного обеспечения. Но, кроме того, мы помогали нашему уважаемому партнеру систематизировать весь процесс разработки. Надо отметить, что для серьезной разработки программного обеспечения применяются стандарты. А в случае системы Вионики один из наиболее известных и уважаемых стандартов это DO-178. В данный момент выходит версия C, но внедрена версия B. Он включает в себя ряд процессов, на которых я подробно останавливаться не буду, но их название более-менее говорит о смысле. Эти процессы перекликаются с показанными на предыдущей схеме фазами. Все вот это является фазами жизненного цикла. И одна из нетривиальных проблем организации разработки — это сопряжение процессов, которые требуются по стандарту, с фазами, которые требуются по логике процесса разработки. Процесс планирования, соответственно, перекликается с фазой планирования, но при этом длится практически в ходе всей разработки. Процесс разработки программного обеспечения охватывает некоторую часть фаз на нисходящей линии буквы В. А интегральные процессы, такие как управление конфигурацией, верификация, обеспечение качества, по сути это обеспечение качества процессов разработки. И взаимодействие с органами сертификации длятся в течение всего жизненного цикла. Причем для того, чтобы работать в соответствии с этим стандартом, приходится на практике несколько адаптировать состав фаз жизненного цикла, чтобы они более соответствовали тому, что сказано в стандарте. В результате получается вот такая картинка, в которой активности разработки разбиты по уже адаптированным фазам. Это, по сути, пока еще без привязки к конкретным инструментальным средствам, блок-схема процесса разработки, укрупненная. Начинается все, естественно, с документов на разработку программного обеспечения, то есть внешних требований. Затем на основе этих внешних требований, которые написаны на уровне требований к всему борту, создаются требования к программному обеспечению высокого уровня. Причем как только появляется какая-то группа требований, сразу же создается соответствующий уровень описания тестовых процедур. То есть если сказано, что, скажем, какая-то крупная подсистема должна выдавать такие-то результаты, то уже более-менее понятно, как это протестировать. По требованиям можно формировать, их можно записывать в формализованном виде. Для этого требуется поддержка специальных инструментальных средств, но использование такого формализованного описания позволяет, например, генерировать автоматический код по этому описанию и обойти фазу ручного кодирования. Второй путь — это как раз более традиционный. Он предполагает проход через этап ручного кодирования. И в конце концов на фазе интеграции оба пути через автоматическую генерацию и через ручное кодирование объединяются в процессе, ну, на фазе, так сказать, формирования итогового образа бортового программного обеспечения для разрабатываемых устройств. Затем осуществляется процесс тестирования. Он традиционно называется формальной верификацией в конкретной организации и даже по стандарту, но с модул-чекингом имеет достаточно мало общего. Про точку вхождения модул-чекинга я скажу несколько позже. Затем по результатам верификации делается анализ того, насколько же сформулированные требования покрываются и выполняются в разработанном программном обеспечении. Надо отметить, что создаваемые на всех предшествующих фазах тестовые процедуры, они участвуют в итоговом процессе тестирования, в связи с чем можно говорить в случае успешного выполнения тестирования и в случае, если каждому требованию соответствуют адекватные тесты, можно говорить о том, что требования проверены. Естественно, обычно речь идет о частичном тестировании, а не о каком-то полном покрытии, но таковые сдержки реальной жизни. И на этапе верификации используются, на фазе верификации используются как раз стенды, поскольку грамотно и полноценно проверить бортовое программное обеспечение можно на целевой системе, где есть операционные системы, где есть все временные факторы, где есть тот процессор, на котором программное обеспечение будет выполняться на реальном борту. И, соответственно, все особенности выполнения в реальном времени можно проверить. Для справки могу показать, как соотносятся фазы и процессы жизненного цикла. Вот в верхней части схемы показаны фазы. Они практически соответствуют ранее показанным фазам ВСВИНА. Между каждой парой фаз находится соответствующий обзор, ревью. При переходе между фазами фиксируются результаты предыдущей фазы. Они проходят согласование, обзор. Они по результатам согласования становятся входными данными для следующей фазы. Или, если же согласование не удалось, может быть итерация, частичное повторение фазы. Но с негодными результатами переход на следующую фазу не выполняется. Последняя фаза здесь как раз является фазой поставки, то есть внедрения программного обеспечения. Интегральные процессы длятся сквозь все фазы. Например, управление конфигурацией заключается в том, что результаты каждой фазы заносятся в систему управления конфигурацией, помечаются конкретным идентификатором с тем, чтобы в соответствии с требованиями стандарта и со здравым смыслом их можно было все вытащить при необходимости. Ну а управление, например, качеством отвечает за постоянный аудит того, как выполняются все вот эти вот элементы жизненного цикла. Разработка программного обеспечения, как несложно видеть, покрывает только часть фаз. И в отличие от некоторых традиционных подходов, когда прямо на тестируемый борт приходит программист и чего-то правит, разработка программного обеспечения в данном формализованном подходе на фазе верификации уже не выполняется, на фазе поставки тоже не выполняется. А в случае, если возникают какие-то проблемы на этих фазах, формируются так называемые сообщения о проблемах, которые либо достаточно тяжеловесны, чтобы запустить итерацию разработки в рамках данного захода, либо могут быть отложены на следующую итерацию всего процесса. Теперь я перейду к категориям инструментальных средств разработки. На самом деле в ходе вот этой совместной работы был проведен для каждой группы инструментальных средств обзор и обоснованный выбор конкретного программного средства для включения в цепочку. Выбор либо на основании его технических свойств, либо на основании доступности, либо на основании фактической внедренности. Тем не менее сравнительный анализ с альтернативами проводился. Начну с средств поддержки разработки требований, поскольку эти средства, поскольку сами требования являются входным элементом для любого процесса разработки. Напомню, что функциональность бортового программного обеспечения описывается очень большим количеством требований для любой серьезной системы. Эти требования могут делиться как на системные, то есть вот с самого высокого уровня, так и на разного уровня требования к программному обеспечению. И система поддержки разработки требований должна обеспечивать создание и хранение требований с отслеживанием их истории, связывание требований с версиями документов и программного обеспечения, которые закрывают эти требования. И что очень важно, прослеживаемость требований на требования более низкого уровня, на формальные спецификации, которые пишутся по этим требованиям на код и на тесты. По сути, работа с требованиями является сквозной на каждой итерации и даже между итерациями, поскольку все, что разрабатывается в процессе очередного инкрементального захода, оно должно быть при него понятно, каким требованиям оно соответствует, какие требования оно реализует. Потому что, если это не ясно, то непонятно, зачем этот артефакт создается. И он, получается, не нужен. Соответственно, если что-то создается для покрытия некоего требования, то для тестов, которые для создаваемого артефакта пишутся, тоже должна быть прослеживаемость, должна быть связь с этим требованием. И в результате тестирования должно быть ясно, что тесты, соответствующие требованиям, эти требования проверили. Итого, очень важна сквозная прослеживаемость. Ну, примеры средств в последнем пункте указаны. Есть достаточно большое количество достаточно мощных средств, но одно из них, соответственно, было выбрано. Теперь о конфигурационном контроле. Надо отметить, что в процессе разработки программного обеспечения формируется не только код, но и многочисленные и очень разнотипные документы, начиная с описания требований, кончая различными согласующими документами и, собственно, кодом или кодом, например, тестовых сценариев. Все эти документы, все эти материалы должны группироваться и быть четко друг с другом связаны в некие версии. Среди версий можно выделить промежуточные или инженерные, которые нужны для внутреннего процесса разработки, и официальные версии, которые, как совокупности документов, отправляются либо конечному потребителю, либо каким-то со исполнителем. Версия покрывает всю совокупность документов, которые разрабатываются на соответствующей фазе или к моменту завершения соответствующей фазы, и версия программного обеспечения является частью конфигурации всего разрабатываемого борта, поскольку для всего борта также необходим конфигурационный контроль. И при тщательном соблюдении всех требований всегда можно сказать, из чего состоит конкретный борт и по аппаратной и программной части. Собственно, базовые функции — это версионирование совокупности документов, включая атомарность изменений, так чтобы нельзя было занести половину версии, а вторая внезапно пропала. Поддержка ветвей, поддержка групповой разработки. Здесь я бы отметил разграничение доступа, поскольку у разных разработчиков должны быть разные права на чтение и модификацию документов. Ну и, наконец, актуальной, как выяснилось, является функциональность обновления документов в реальном времени, чтобы разработчики не имели риска остаться с устаревшей локальной копией, забыв обновиться. Это чревато непониманием. Ну, пример я также привел в последнем пункте. Средства отслеживания проблем и изменений отвечают за то, чтобы в процессе разработки программного обеспечения все дефекты и ошибки были зарегистрированы, проанализированы и устранены. Они поддерживают процесс отслеживания, то есть непосредственно регистрируют. При помощи механизма статусов можно отметить, что конкретное сообщение о дефекте проанализировано или устранено в какой-либо версии. Соответственно, предложение вынесения изменений в разрабатываемое программное обеспечение имеет похожий жизненный цикл, заканчивающийся реализацией. При функциональности требования такие. Во-первых, должна быть поддержка структуры продукта и процесса, чтобы сообщение о проблеме можно было привязать к конкретному компоненту и к конкретной фазе версии. На практике очень важно от средства иметь возможность настройки формата сообщения, поскольку по умолчанию часто предоставляется либо неполный, либо избыточный состав полей. Важно иметь настройку жизненного цикла, а именно всех специфических для конкретной организационной структуры этапов согласования, возможности согласования конкретными ответственными лицами, у которых есть учетные записи в этой системе, поддержка групповой разработки и, что важно, интеграция со средствами управления версиями, чтобы, например, за счет занесения в систему управления версии какого-то исправления можно было автоматически поменять статус соответствующего сообщения о проблеме. Специфическим для бортового программного обеспечения является группа средств поддержки сопряжения под систем программного обеспечения. Касательно автоматизации бортовых интерфейсов, проектирования информационного обмена по ним, надо отметить, что различные модули, различные блоки бортового оборудования должны сопрягаться между собой по программным интерфейсам, то есть отправляемые от одного блока данные должны иметь состав и структуру, которая требуется на входе другого блока. Кроме того, в силу упомянутой мной неоднородности каналов и их многочисленности возникают проблемы, во-первых, балансировки загрузки каналов, то есть если есть некоторый поток данных, которые нужно провести через систему, то не всегда существующих, изначально заложенных под это каналов достаточно, в особенности, если система усовершенствуется и поток данных растет. Затем необходима автоматизация набора передаваемых сообщений, потому что потоки данных часто задаются в виде совокупности передаваемых между задачами разных блоков переменных и массивов данных, а нужно положить все это на сообщение конкретного протокола на конкретном стандарте канала. Причем здесь возникает задача оптимизации загрузки канала, потому что если каждый массивчик класть в отдельное сообщение, то возникает большой верхед за счет служебных заголовков. И, наконец, важный этап — это построение расписания обмена, в которых необходимо соблюсти все технологические ограничения, такие как, например, резервы времени для дальнейшего развития потока данных, резервы времени на перепрограммирование контроллеров канала и соблюсти все директивные сроки передачи информации. Вот как раз на этапе формирования набора сообщений, построения расписания и обмена есть, работает у заказчика программная система, которая позволяет это дело автоматизировать, в том числе построить расписание. Затем средства автоматизации интеграции программного обеспечения в рамках конкретного блока. Интеграция, речь здесь идет об интеграции функционального программного обеспечения, то есть вычислительных задач, которые реализуют целевую функциональность системы. Они для упрощения интеграции, их интерфейс унифицирован и наложены достаточно жесткие требования на их структуру и на их вычислительную логику циклическую. И с учетом стандартизации интерфейса, их интеграция друг с другом по данным достаточно формализована. Если по управлению за их интеграцию отвечает расписание выполнения этих структурных комплексов программного обеспечения, то с интеграцией по данным все несколько сложнее. Заводится специальная база данных информационных связей, в которой для каждой задачи прописан интерфейс, какие данные она формирует, какие данные она принимает, с какой частотой, какие типы данных и дополнительная служебная информация. И по этой базе данных осуществляется автоматическое формирование описания интерфейсов программного обеспечения в терминах целевой операционной системы. Это включает в себя буфера, каналы, соединяющие между собой задачи, каналы уже в терминах операционной системы, позикс и так далее, и сообщения, которые передаются по этим каналам. Эта информация используется при автоматическом конфигурировании операционной системы реального времени. То есть, по сути, программист отвечает за написание структурного компонента программного обеспечения, то есть функциональной задачи с заданным интерфейсом, а сопряжение в значительной мере автоматизировано. Поскольку на современных самолетах активно используются цифровые индикаторы, востребована автоматизация проектирования форматов индикации, где формат — это, по сути, набор графических элементов, составленных некие осмысленные схемы и правила их поведения в зависимости от изменения значения их параметров. От средств разработки требуется, во-первых, поддержка редактирования в графической форме, чтобы можно было видеть, что же там получается. Поддержка достаточно богатой библиотеки элементов и пополнения этой библиотеки. Важно иметь возможность автономной отладки и тестирования, чтобы не дожидаться фазы формальной верификации, можно было подыграть вот этой вот параметризованной картинке различными значениями параметров и прямо на коленке проверить, что она ведет себя так, как надо. И, наконец, важный факт — это поддержка генерации кода в формате для целевого устройства. Эти индикационные форматы, элементы индикации уже не должны требовать ручного программирования. Они и их интерфейс автоматически переносятся в программный код индикатора с тем, чтобы дальше уже управляться его программным обеспечением функциональным. программным. Вот, например, от одного из самолетов пример индикационного кадра пилотажного. Как раз параметризация здесь понятна какая. Параметр скорость, параметр углы, различные расположения самолета, направление полета и так далее. Средства проектирования алгоритмов должны учитывать то, что алгоритмы бортового программного обеспечения хорошо формализуются. Это информация от заказчика. Конечно, не все, но преимущественно. Они делятся либо на алгоритме потоковой информации о обработке данных, просто пересчет выходных параметров по входным без какого-то состояния внутреннего, либо на конечные автоматы, у которых есть внутри диаграммы переходов. Что такое конечные автоматы, мы хорошо знаем. Соответственно, использование формального описания алгоритмов при помощи этих механизмов позволяет задействовать средства формальной верификации, вот здесь уже конкретно формальной, свойственные для соответствующих формализмов. То есть, например, для ряда описаний при помощи системы скейт можно прямо при помощи встроенного верификатора проверять ограничения, заданные при помощи некоторых логических формул. И от средств проектирования алгоритмов требуется, во-первых, поддержка обоих видов формального представления, поддержка графического описания, потому что для обоих формальных представлений оно хорошо известно и должно использоваться. Тестирование и пошаговая отладка на уровне модели, то есть, чтобы можно было понять, как работает этот автомат, как работает это датфлоу-схемка, и подыграть им чем-нибудь прямо в средстве, чтобы оценить их адекватность. Затем формальная верификация и, что здесь крайне важно, сертифицированный кодогенератор, потому что курс взят на повышение числа функциональных задач, которые описываются именно при помощи формальных схем, и чтобы не пришлось перепрограммировать их вручную, и чтобы избежать, в случае, если есть кодогенератор повторного тестирования получившегося кода, чтобы из протестированных уже формальных представлений получать протестированный фактически код, нужно использовать сертифицированный генератор кода. Ну, соответственно, верить в то, что он работает правильно. К непосредственно программированию относится технологический комплекс разработки программ, который ориентирован на конкретную операционную систему и аппаратную архитектуру, должен поддерживать вполне традиционные функции редактирования, компиляции и компоновки. Кроме того, специфическими для вот такой кросс-разработки является наличие трех функций отладки. Во-первых, это отладка в среде инструментального персонального компьютера, как для отдельных задач, отдельных компонентов программного обеспечения, так и для их связки, которая запускается все равно на инструментальном компьютере, но в некоторой среде имитирующий планировщик целевой операционной системы. Поскольку код кросс-платформенный, то это вполне штатный способ выполнения. Затем более близко к целевой системе используется эмулятор целевой системы, куда уже можно загружать результат компиляции в код, в двоичный код целевой системы и проверять его функционирование, потому что мало ли вдруг на этапе компиляции было нечто внесено или на самом деле разработанный код не является платформой независимой. Вдруг кто-то там с указателями начал работать, на инструментальной машине все в порядке, а на целевой системе все ломается. Ну и наконец, после прохождения этих двух обязательных этапов идет отладка на целевой системе, причем при помощи интерфейса удаленного отладчика, который может приостанавливать отдельные задачи и смотреть, что там внутри происходит. Но эта отладка традиционная, хотя и в кросс-варианте, а еще важна отладка в реальном времени, когда вмешательства в функционирование целевой системы практически нет, но только за счет некоторого щадящего мониторинга того, что в ней происходит. При этом важны такие группы средств, как средства мониторинга внешних каналов связи, которые могут послушать данные, которые между собой обмениваются блоки комплекса бортового оборудования и определить, все ли в порядке в этом информационном обмене, соблюдается ли расписание, правильные ли передаются данные, затем средства мониторинга внутренних данных программы, которые на самом деле не очень хорошо использовать при отладке системы, потому что они представляют собой дополнительное программное обеспечение, которое есть в процессорное время и иными способами может искажать работа целевой системы. Но тем не менее на ранних этапах проверки системы это допустимо. Они могут в реальном времени через служебные каналы показать, что внутри программы происходит, какие значения имеют внутренние переменные, где находится процесс управления, ну и ряд других полезных вещей, в частности характеристики системных структур, операционные системы. Ну и наконец, если залезть внутрь ящика с точки зрения аппаратуры, иногда полезно посмотреть на низком уровне, чем обмениваются между собой различные блоки вот того крейта, который представляет собой центральный вычислитель. Здесь можно подключиться при помощи специального аппарата и собрать трассу обмена по, скажем, шине ВМЕ между узлами крейта и провести его анализ на случай, если предположительно на этом уровне передаются негодные ошибочные данные. Ну и наконец, один из наиболее ключевых элементов — это средства верификации и тестирования бортового программного обеспечения, поскольку именно на этом этапе, во-первых, ловятся ошибки, во-вторых, осуществляется комплексирование, сопряжение блоков разрабатываемой системы и в конечном счете выдается заключение о том, что она и программное обеспечение ее годно к установке на целевой борт. Причем надо отметить, что при тестировании недопустимо инструментирование целевой системы, поскольку инструментальный код на борт не пойдет, а так, чтобы тестировалась одна система с точки зрения программной, а на борт шла другая, это недопустимо. Таким образом, тестирование должно проводиться через внешние порты бортовых интерфейсов, проверяться должны в том числе и требования реального времени, то, что ответы поступают своевременно, выполняются, должны проверяться индикационные форматы, причем здесь нужно интерактивное тестирование, когда пользователь сам наблюдает за тем, что индикатор показывает то, что надо. Тестирование многоэтапно и сложность тестируемой системы по мере ее возрастания набора интегрируемых компонентов возрастает. Ну и, соответственно, функциональность от средств тестирования, программно-аппаратных средств, она здесь требована функциональность указана. Из того, что я еще не сказал, отмечу, что должна поддерживаться многомашинная конфигурация, поскольку обычно достаточно, недостаточно возможности одной машины, чтобы покрыть все необходимые для информационного обмена бортовые интерфейсы. Важен пакетный режим запуска тестов, чтобы можно было ряд тестов выполнить автоматически, без вмешательства пользователя. И важны отчеты, чтобы можно было понять, какие требования выполнены, и прослежимость требований на тесты. Теперь я... Это не совсем экватор, это уже ближе к концу. Собственно, технологическая цепочка, она сложна, поэтому я ее детально рассказывать не буду. Я покажу достаточно, чтобы можно было понять, насколько она нетривиальна, и прошу проверить, что она действительно существует. Когда я ее увидел и понял, что да, там действительно выполнено сопряжение всех технических средств, я впечатлился. Основной принцип построения этой цепочки стоит из трех пунктов. Во-первых, она должна обеспечивать сквозную поддержку жизненного цикла, включая активности на всех фазах жизненного цикла. Во-вторых, понятно, что это ориентированный граф, и выход очередного работающего компонента, то есть инструментального средства, должен быть замкнут на вход следующего средства с обеспечением совместимости форматов данных. Здесь при необходимости приходится создавать средства импорта-экспорта, дабы это обеспечить совместимость. Ну и, наконец, особое внимание в цепочке уделено переходам между фазами, поскольку в конце каждой фазы требуется фиксация выходных артефактов. Вот такая цепочка. По вертикальной стрелочке отмечены средства, которые поддерживают интегральные процессы. Это управление конфигурацией, собственно, отслеживание проблем. Ну и куда без него, офис, поскольку в нем пишутся все текстовые документы. Ну и, собственно, здесь показаны фазы. На каждой фазе есть свои инструментальные средства, и отмечу, что вот средство DORS, здесь очень много где включается, это средство управления требованиями. То есть практически на каждой фазе речь идет о соблюдении, о выполнении или о проверке каких-либо требований. Ну и, собственно, если согнуть это где-то вот здесь, то получается цепочка инструментальной поддержки вот той самой V-образной модели жизненного цикла. Про подробности этой цепочки я, наверное, лучше отвечу в рамках диалога, если будут какие-то вопросы по ее частным пунктам. Вот. Ну и, наконец, кратенько о стендах отработки бортовых вычислительных систем. Технология создана у нас в лаборатории вычислительных комплексов. Технология включает в себя как программные средства, так и аппаратную архитектуру и отчасти методику использования. Создан язык описания тестов для устройств бортового оборудования, который позволяет задать входные данные, позволяет определить порядок их передачи через бортовые интерфейсы и проверку их, проверку ответных условий и временных характеристик прихода ответных данных. Все выполняется в реальном времени с достаточно точной привязкой. Речь идет о десятках или сотнях микросекунд в зависимости от того, насколько загружена система. Поддерживаются все требуемые стандарты аппаратных каналов, интерактивное тестирование, то есть есть инструмент, через который пользователь может интерактивно управлять процессом тестирования. Поддерживается прослеживость, формирование отчетности. Ну и, что важно, все тестирование ведется через бортовые интерфейсы без инструментирования целевой системы. Вот примерная схема построения стенда, рабочие места, на которых разрабатываются тесты, из которых ведется управление тестированием. Инструментальные машины, на которых выполняются тесты и из которых отправляются в бортовые каналы данные, являющиеся тестовыми воздействиями, и на которых, собственно, проверяется правильность ответных данных. А в правой части нарисован элемент комплекса бортового оборудования, который, собственно, подлежит тестированию. Все это упаковывается в стойку и достаточно адекватно работает. Отмечу различные сценарии применения вот этой вот стендовой технологии. В соответствии с этапом отработки программного обеспечения бортовой системы. Во-первых, это интеграция аппаратуры и программного обеспечения первичная, а также отладка программного обеспечения на целевой платформе. ИУС — это информационно-управляющая система, главный блок, с которым работают наши средства. Затем это интеграция компонентов программного обеспечения, в том числе поступающих ход соисполнителей. Следующий шаг — это интеграция подсистем информационно- управляющей системы, начиная с отдельных небольших подсистем из нескольких устройств и заканчивая интеграцией системы в целом. Функциональное и квалификационное тестирование информационно-управляющей системы, после которого ее программное обеспечение объявляется годным к дальнейшему уже реальному употреблению. Прием издаточное испытание блоков информационно- управляемой системы, информационно- управляющей системы, которые, здесь уже акцент на оборудование, которые уже производятся на потоке, то есть на стенд ставится очередной комплект поступивший из серийного производства, на него ставится уже протестированное на другом стенде программное обеспечение, прогоняются пакетные тесты и делается вывод о том, что данный аппаратный комплект с установленным программным обеспечением требованием удовлетворяет. В случае, если у потребителя возникают претензии к каким-то блокам, эти блоки по одному обычно поступают на этот стенд, заменяют собой эталонные блоки и происходит повторное тестирование, в результате которого выясняется, что либо этот блок таким-то образом нарушает требования и требует дальнейшего исследования, либо выясняется, что блок хороший и, скорее всего, проблема где-то еще. Ну и последний сценарий применения — это диагностика блоков в составе объекта. Здесь используется мобильная станция тестирования, которая у нас пока в проекте, но достаточно живо мы к ней движемся. Там на ноутбуке с расширителем ШИМ установлено небольшое количество многоканальных адаптеров, которые позволяют подключиться к блоку, либо подключиться к технологическим разъемам на бортовой сети уже на самолете и не вмешиваясь послушать, что там происходит, либо временно отключить бортовой блок и завести его в ходы-выходы на мобильную станцию тестирования. В этом случае можно прогнать какие-то базовые тесты для этого блока, чтобы, не отправляя его на стенд, который обычно в другом месте расположен за многие километры, проверить, действительно ли этот блок функционирует неадекватно. То есть это позволяет сделать быструю полевую диагностику. Собственно, в соответствии с этим построена линейка стендов. Для каждой из этих функций есть отдельный стенд. Часть стендов есть живьем, часть стендов разрабатывается. Вот, например, отдельная стойка тестирования BCVM. Там как раз ведется интеграция и отладка программного обеспечения центрального вычислителя. Здесь небольшое количество инструментальных машин и всевозможная обвязка для того, чтобы питать всю аппаратуру и обеспечить ее информационное сопряжение. Вот стенд сопряжения двух достаточно тесно связанных устройств. Это бортовая цифровая вычислительная машина и один из индикаторов. Причем индикатор можно менять и использовать стенд для сопряжения то с одним индикатором, то с другим. Тоже такой компактный стенд, годный для тиражирования. Ну и, наконец, головной стенд как раз для серийного серийного выпуска для проверки серийных комплектов, либо похожий на него стенд для квалификационных и приемо-здаточных испытаний программного обеспечения. Здесь видно много стоек, много инструментальных машин, специальные блоки для имитации видеосигналов, там отдельное высокопроизводительное оборудование, если будут вопросы, я про него расскажу. Ну и целый комплекс, собственно, полный комплект информационно-управляющей системы, которая между собой с инструментальной машиной повязана бортовыми каналами бортовых интерфейсов. Ну здесь, соответственно, гоняется серьезный большой комплект тестов в пакетном режиме. Собственно, у меня практически все. Итоговые тезисы изложены здесь. Да, требуется систематический подход к проектированию, разработке и тестированию. Сложность и критичность разрабатываемого объекта определяет сложность процесса разработки. Процесс разработки структурирован по фазам процесса и активности. Построена и внедрена технологическая цепочка средств поддержки процесса разработки программного обеспечения в соответствии со структурой жизненного цикла. И, наконец, создана и внедрена линейка стендов отработки бортового ПО и бортовых систем в целом. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Собственно, создание цепочки средств, это совместная деятельность нашей команды и команды заказчика. Причем, поскольку большая часть процессов жизненного цикла средоточенного заказчика, то большее число средств он между собой сопрягал. Вот. А мы помогли, ну, кроме того, что встроили в эту цепочку средства нашей разработки, еще помогли систематизировать вот, собственно, эту цепочку, чтобы она стала методически целостной. Там, по-моему, была еще какая-то, была какая-то еще часть вопросов. Повторите, пожалуйста. А разработкой конкретной? Разработкой программного обеспечения при помощи этой цепочки средств занимается заказчик. Да. Мы туда не влезаем, в частности, потому что это грифовано все. То есть мы иногда краем глаза видим, что у них там разрабатывается, но все это сугубо неофициально. Ну, в единомоментно порядка человек 12. Срок, ну, самое начало разработки стендовых технологий датируется 2002-м годом. В 2006-м году было первое серьезное внедрение. То есть от экспериментальных стендов, таких proof of concept, мы перешли к промышленным стендам отработки. Ну, и в дальнейшем они эволюционировали к тем полупромышленным конструкциям, которые я нарисовал. Собственно, дальнейшее внедрение очередных стендов, оно в процессе. Их много. Значит, анализ требований, сейчас я к нему отмотаю. Конфигурационное управление, ну, был обзор нескольких опенсорсных систем, клеркейза и чего-то еще коммерческого. Но здесь, поскольку клеркейз, скажем так, активно уже использовался, то у него было преимущество внедрения. Кроме того, уважаемый заказчик довольно серьезно подсел на функциональность обновления документов в реальном времени. Но вот перечисленные здесь еще несколько средств были сравнены. И один из критериев был как раз поддержка распределенного процесса разработки, поскольку поддержка распределенного управления версиями. Гид, конечно, здесь по сравнению с клеркейзом выигрывает, но он не имеет вменяемой системы разграничения требований, поэтому от него решили, в общем, это его и отстранило. Что касается средств поддержки разработки требований, то здесь ограничились несколькими коммерческими средствами, потому что ну, опенсорсные, широко доступные, они все-таки не дотягивают до корпоративного уровня систем. Вот, пожалуй, все они перечислены здесь. Касательно покрытия, речь идет о покрытии тестами кода. Да. При анализе, для обеспечения покрытия тестами кода сейчас используется некая формализованная процедура, я не помню точно, как она называется, но это методика построения по набору диапазонов входных данных, набора тестовых комплектов данных, и здесь речь идет как раз о покрытии диапазона входных данных. Про покрытие, про внутреннее покрытие кода я пока данных не имею. То есть вы не принимали участие в выборе? Вот в проработке вопроса внутреннего покрытия именно графа управления, в общем, структуры кода, нет, я не принимал. Спасибо. А вот такой вопрос, вы сказали, что для тестирования, для вот такого формализованного используется некий язык. Это какой-то стандартный язык или вы его разработали? Это язык нашей разработки. У уважаемого заказчика были некоторые предложения по тому, как он должен быть построен, но они с тех пор достаточно масштабно увеличились, были дополнены уже с нашей стороны. Язык ориентирован на явную поддержку структур обмена данными по бортовым интерфейсам, поскольку тестирование ведется именно через бортовые интерфейсы. И содержит ряд конструкции для обеспечения разного рода проверок, своевременности и правильности поступления входных данных от целевой системы. Это что-то вроде объектного языка программирования, а конструктивное это расширение C конструкциями, которые нужны вот для специфических вещей, которые я сказал. Ну и плюс для того, чтобы описать структуру самих тестов. У меня, наверное, вопрос к тому же слайду, только к первому пункту. К которому? У вас было упоминание про язык моделей. Это тоже ваш собственный язык или же это какой-то диалект UML, SDL или языков реального времени, которые используются для процесса микроконтроллеров? Это язык, который писался с возможностью формирования описаний на нем по UML описаниям изначально, но сейчас UML средства в реальный процесс разработки не входят, поэтому непосредственно на этом языке ведется описание. Он с тех пор несколько очеловечился. Да, это язык нашей разработки, который принципиально допускает генерацию описаний по UML описаниям. А это open source или это все закрыто? Грифово? Это на данный момент все проприетарное. Иванов Денис Владимирович, корпорация русской системы. Ну, первое, хочется поблагодарить докладчика, потому что действительно такой серьезный, продуманный, методически проработанный, глубокий доклад. Вот пару вопросов дополнительно. Когда вы рассказывали про V-цикл, было так сказано, что вот в практике у заказчика сложилась вот такая технология разработки ПО. И вот цитирую, требуются или потребовались усилия по сопряжению фаз вот этого сложившегося V-цикла с модели разработки, предлагаемой в стандарте до 178B. Вот вопрос такой. Эти усилия, они помогли вам улучшить что-то или явились дополнительные обузы, которые, ну, вот необходимо сделать, поэтому давайте сделаем. Соблюдение стандартов, оно нужно в первую очередь для того, чтобы навести методический порядок в процессе разработки. Ну, и приведение некоторого модельного жизненного цикла, в котором все фазовые длины явно в соответствии с стандартом, оно помогло сделать методику единой. То есть не очень хорошо, когда есть красивая V-схема, но она плохо стыкуется с используемым, требуемым по стандарту набором процессов. А когда стыковка есть, проработана, явно зафиксирована и всем исполнителям ясна, это хорошо. Ну, то есть вам удалось получить дивиденды от внедрения стандарта, так можно сказать? Ну, скажем так, заказчику удалось получить дивиденды от внедрения стандарта. Понятно. Второй маленький такой вопрос. Возможно, вы знаете, ну я понял, что разрабатывает заказчик, но возможно, есть представление о том, сколько удается делать кода из моделей автоматически, а сколько ручного кода вот так в пропорциях. Ну, я несколько с потолка возьму правдоподобную цифру 30 процентов генерации автоматическую. Это называется экспертная оценка. Да. Это такая хорошая цифра, может быть, она не всегда достигается, но ориентир, скажем, на нее. Василий, а можно вернуться еще раз к этой КВ-диаграмме? Я задам тоже вопрос. Пожалуйста. У вас и на картинке это как бы нарисовано, и было сказано явно, что когда речь идет об интеграции, то вам совершенно все равно, что интегрировать, ну там, относительно маленькие подсистемы в рамках там одного устройства и интегрировать устройства, разработанные разными поставщиками и так далее. И здесь у вас интеграция прямо в самом низу есть? Здесь по восходящей линии интеграция, чем выше по линии, тем более комплексная интеграция. Если внизу речь идет об интеграции подсистем программного обеспечения отдельного устройства, ну здесь интеграция понимается в достаточно техническом смысле, что удалось породить единый двоичный образ. Вот это внизу используется интеграция как внутренний технический термин заказчика. А вот повышение уровня комплексирования, оно идет дальше. То есть если здесь отдельные компоненты или подсистемы тестируются на одном блоке, то дальше уже идет сопряжение блоков во функциональные подсистемы, вот, и вплоть до уже готовой, например, цельной информационно-управляющей системы. Что касается вопроса, все ли равно, что тестировать, есть целый ряд уровней интеграции, на которых можно использовать одинаковые подходы к тестированию. Например, если доступна и сопряжена внутри себя некая подсистема бортового программного обеспечения, она загружена на целевое устройство и своими входами и выходами светит на входы и выходы устройства, на бортовые каналы, то ее можно тестировать через эти бортовые каналы. В дальнейшем, скажем, полное, полностью комплектованное программно-бортовое устройство можно тестировать также связку из устройств, целую подсистему. Да, в этом смысле подход один. Спасибо. Вот вы упоминали там по использованию некого средства по, ну как бы, разработке интерфейсов. Я видел там, ну мелко было написано, так нарисовано у вас, таким желтым цветом, типа там то ли база данных, то ли еще чего-то. Это тоже какое-то стандартное средство или это вам пришлось разрабатывать? Вот эта центральная база данных, она действительно в значительной мере центральная, поскольку в ней сконцентрирована информация об интерфейсах программных срез, программных компонентов, о том, с какой частотой и какими данными они обмениваются, по каким каналам. Это структура этой базы, это разработка заказчика. Ну это тоже закрытая некая система проприетарная, так сказать, информация. Ну здесь, как бы, разработка заказчика и разработка нами на заказ, она вся такая проприетарная. А то, что сочетается здесь из опенсорсных систем, они тут местами есть, там багзилы где-то есть, еще некоторые части, они в исходном виде не модифицированные обычно, только настроенные. Они доступны, а все остальное такое закрытое. Но я хочу отметить, что вот в контексте того упоминания UML, у нас в лаборатории сейчас ведется проект, который нацелен на создание средств разработки, в том числе и бортового программного обеспечения, вокруг именно визуальных языков описания, один из диалектов UML, с кодогенерацией, с формальной верификацией. Вот этот проект, которым тоже заинтересовались коллеги из авиационной области, является изначально опенсорсным. То есть все его разработки будут выложены в кодах, с ним можно будет ознакомиться. Можно еще несколько вопросов? Уточню, я просто не очень понял по ходу доклада. Все-таки ваше участие в выборе средств управления требований конфигурационным управлением заключалось только в подборе этих средств, а настройкой и сопряжением занимался уже сам, самостоятельно ваш заказчик. Заказчик, да, заказчик занимался сопряжением, ну в большей части из, вот показаны здесь цепочки средств, да, в основном заказчик. Наша роль в техническом сопряжении, она в основном относится к сопряжению средств тестирования и средств мониторинга с источниками, получателями данных. То есть, например, средства функционального тестирования получают информацию о внешних интерфейсах, тестируемых устройств из базы данных интерфейсов, а результаты тестирования помещаются в средства управления требованиями, дабы проверить покрытие. Аналогичная ситуация со средствами мониторинга бортовых каналов. Правильно я понимаю, таким образом вы, в принципе, не в курсе, учитывая, что информация закрыта, каким же образом заказчик интерпретировал 2078-Б и реализовал в конкретных средствах. Правильно? Определенная информация о том, как это у него получилось, есть. Ну, в рамках того, что заказчик раскрыл в отчете по конкретной исследовательской работе. Как минимум, ну, дабы более систематизировать то, что у него там происходит, у уважаемого заказчика, была проделана работа по выделению всех потоков документов в рамках вот этой вот схемы. Они, конечно, уже графически не отображаются, это было бы слишком сложно, но на каждой связке и на каждой стыковке между средствами явно описано, какие документы там передаются, кем они формируются, ну, каким средством, каким средством они потребляются. То есть на уровне информационных связей это данные, эти данные, ну, как минимум, у меня есть. Вы не в курсе, в каком сейчас состоянии находится разработка этого устройства? Вот, прошло ли оно сертификацию? Успешно ли вообще предложенная вами цепочка инструментальных средств с точки зрения сертифицирующих органов? Скажем так, в той мере, в которой вот для конкретного разрабатываемого борта сертификация необходима, эта сертификация пройдена. То есть есть сертификат ARMAC? Ну, я не знаю, как этот сертификат называется, но экспериментальная эксплуатация борта начата. Видимо, все необходимое для нее получено. А вы не могли бы подсказать, где на этой диаграмме фигурируют модели на вашем языке и, соответственно, модел-чекинг? Здесь я бы разделил наш язык и модел-чекинг. Модел-чекингу могут подвергаться, пока что в экспериментальном порядке, формальные описания алгоритмов. Эти формальные описания алгоритмов присутствуют вот на фазе разработки требований, вот тут, где указан SCADE. Там есть верификатор, и с ним уважаемый заказчик экспериментирует. Что же касается описаний на языке, разработанный коллективом лабораторий вычислительных комплексов, то эти описания фигурируют везде, где есть средства стенда. То есть здесь используется язык описания тестов, который является адаптацией языка описания моделей для процесса тестирования. И на фазе верификации, на фазе кодирования и на фазе детального проектирования эти средства используются. На более ранних фазах для проектирования состава тестов и реализации тестов, на более поздних фазах для непосредственного выполнения тестирования. Спасибо. А еще один вопросик. Насколько я понимаю, в гражданской ветке эта цепочка еще с сертифицирующими органами не встречалась? Ну, в гражданской ветке там и цепочка несколько другая. Ну, точной информации у меня нет по гражданской ветке. Хотя, впрочем, то, что есть там, я думаю, что встречалось. Потому что, опять-таки, опытная эксплуатация гражданского борта начата. Спасибо. Все вопросы? Так, ну тогда надо еще раз поблагодарить и докладчика, и весь коллектив, который это, так сказать, создал такой замечательный задел, о котором можно рассказать много интересного. И лично Руслана Леонидовича, который предложил этот доклад, я так понимаю, довел до конца, чтобы доклад был подготовлен и сделан. Все. Все. Большое спасибо. Спасибо.